Наиболее тревожные показатели по заболеваемости сейчас среди детей до года и тех, кто старше 65 лет. Об этом рассказали на областном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Вместе с тем кардинально улучшилась ситуация среди школьников – заболеваемость снизилась в 2,5 раза. Это результат прежних решений штаба – дистанционного обучения и ввода ряда ограничительных мер. Министр здравоохранения региона Армен Бинян рассказал, что хотя число случаев заболеваемости ковидом остается высоким, течение болезни для большинства людей проходит в легкой и средней форме. В 33 медицинских учреждениях подготовлены 5835 коек, из них используется 4568. Более 3000 коек находятся в резерве. 57% пациентов у нас традиционно обеспечивается на дорогу и 33% – в поликлиниках. Работают 276 мобильных медицинских бригад, все они обеспечены сегодня медицинским транспортом. Предельно имеется достаточный запас всех групп лекарственных средств. Стабилизация ситуации с заболеваемостью ковид-19 – результат самоотверженной работы врачей. С целью их дополнительной поддержки глава региона приняла решение примировать медиков в государственных учреждениях здравоохранения и водителей скорой помощи. Они получат выплаты к ближайшим праздникам. С учетом улучшения ситуации по заболеваемости среди школьников принято решение с 1 марта разрешить проведение физкультурных мероприятий, а также спортивных соревнований. Дети вновь смогут посещать учреждения дополнительного образования и культуры. У нас по детям, мы вот эти ограничения по культурным мероприятиям, посещения музеев, театров и так далее, да. И дополнительное образование, все снимаем сегодня. С 1 марта соревнования проводим, дети тренируются, в кружки ходят, культурные учреждения посещают. Речь шла и о перспективах отмены QR-кодов. Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах разная и предложил предоставить им возможность самим решать, стоит ли отменять QR-коды. Кроме того, на оперштабе разрешили проведение масленицы, если мероприятия пройдут на открытом воздухе. Дальнейшему улучшению ситуации будет способствовать вакцинация, которая позволяет переносить болезнь легче. Сегодня в Самарской области вакцинированы первым компонентом 1 млн 692 тысячи человек. Это почти 54% от всего населения региона. Также тяжело болезнь проходит и у тех, кто поздно обратился за медицинской помощью. Для ее получения в регионе работает единый колл-центр. По телефону можно получить консультацию специалистов, вызвать врача на дом, оформить заявку на открытие и закрытие больничного листа без посещения лечебного учреждения. Виктория Шара и События